Александр Цибульский провел личный прием граждан. На встречу с главой региона в приемную председателя Единой России Дмитрия Медведева в Наринмаре пришли более 15 человек. В основном людей интересовали вопросы, касающиеся предоставления компенсационных выплат многодетным семьям взамен земельного участка, а также очередь на социальное жилье. Ряд обращений жителей округа носил коллективный характер. Жилищный вопрос остается самым актуальным для жителей округа. И хотя эту проблему власти региона решают самыми разными способами, большая часть вопросов, с которыми обращаются к главе региона в ходе личного приема, традиционно касаются именно жилья. У меня проблема с квартирой. Мы 8 человек сейчас живем в Душке. А жила до этого в коммерческой нами, меня оттуда выгнят. Потому что, говорят, раз в 5 лет прожила, у них такой срок, что на 5 лет даются и все. Мы сейчас 8 человек в Душке живем. 56, если не ошибаюсь, квадратных метров. Глава региона отметил, что сдвинуть очередь на социальное жилье возможно только при наращивании темпов строительства новых домов. Одновременно расселить всех из этой очереди просто невозможно. Вы тоже поймите, у меня просто нет права взять кого-то из очереди, переставить на первое место. Это будет несправедливо всем, кто стоит перед вами. Но я просто по закону не могу этого сделать. Я бы рекомендую посмотреть, может быть, подключитесь тоже, может быть, детям, да, как-то там посмотреть с точки зрения предоставления на коммерческом найме жилого помещения. Работники системы дополнительного образования детей обратились к губернатору с вопросом организации работы блока художественно-эстетического направления «Дюц-лидер». В частности, речь шла о необходимости расширения площадей для занятий с детьми. Частично этот вопрос решен. Администрация Заполярного района выделила учреждению помещения в одном из административных зданий на территории поселка Искателей. Мы без всяких вопросов абсолютно нормально, даже не сомневались ни секунды, выделили эти 210 квадратных метров. Но это офисное здание, у нас все, что есть. Мы 700 метров отдали Дому культуры Искательскому. То есть в сумме мы уже тысячи метров отдали. И все тоже бесплатно. Вместе с тем педагоги доп. образования посетовали на нехватку помещений для занятий с детьми в Наринмаре. За 25 лет Дом детского творчества переезжал несколько раз. Мы не имеем своего специализированного помещения, которое предполагало бы полноценные занятия по обучающим программам дополнительного образования. Поэтому обещали, и когда-то даже был проект, не раз он был, что дом этот должен стоять в центре города, соответственно, это помещение, вернее, напротив дюдс-лидер, где у нас вечный огонь, рядышком на месте старой седьмой школы, которую тоже снесли. То есть это тоже вкануло непытьем. На сегодняшний день администрация региона рассматривает возможность передачи для этих целей здания школы номер 3 на улице Ленина. Это произойдет после того, как будет сдано в эксплуатацию новое здание школы в микрорайоне авиаторов. Я не возражаю против третьей школы и сделать из него дополнительное образование. Только единственное, надо понимать, что мы сначала перевозим уже третью школу, где-то конец этого года, начало следующего ребят. Потом должны начать капитальный ремонт для того, чтобы привести ее в порядок. Это где-то еще год. И после этого можем, естественно, ее расслабить. Петя школа тоже оптимальный вариант. Она расположена идеально, там хорошая активность. Но только ее надо немножко привести в порядок, потому что она уже так изношена. Кроме того, в ходе диалога с педагогами губернатор дал поручение своему заместителю, курирующему в регионе работу образовательного блока Наталье Сидоровой, организовать для педагогов дополнительного образования поездку в регионы, где успешно реализуется работа с детьми на базе кванториумов.